Амрия Кашубаев Певец, который прославил казахское музыкальное искусство на мировой сцене. Он родился в 1888 году в простой семье в Абролинском районе Восточно-Казахстанской области. В 12 лет Амрия вместе со своей семьей переехал в семей и очень рано начал свою трудовую деятельность. Где бы ни был мальчик, он всегда пел песни, и поэтому слава к нему, как к певцу, пришла очень рано. Слух о таланте Амрия и его мастерском, мелодичном исполнении народных произведений дошел до Москвы. Вскоре он получил приглашение на этнографический концерт, проводимый на всемирном показе моды в Париже. В 1925 году в Париже звезда Амрия засияла по-особенному по сравнению с другими творческими личностями, которые выступали там от Советского Союза. Французскую аудиторию поразил голос Амрия, исполнение им песен под аккомпанемент «Дамбры». Певец был удостоен высокой оценки, его голос — это редкое явление в мире. Доказательство этому — слова французского писателя Ромена Ролана. «Я только сейчас понял, почему на Востоке певца сравнивают с соловьем». На концерт в Париж прибыл также и казахский общественный деятель, который мечтал объединить все тюркские народы — Мустафа Шукай. Он жил за рубежом и испытывал дефицит информации о родной стране. Ни сам Мустафа Шукай, ни Амрия Кашубаев не знали о тяжелых последствиях этой встречи для певца. Прислужники советской власти, напуганные идеями Шукая, подвергали постоянным допросам всемирно известного певца. Склонившие голову перед талантом Амрия музыкальные исследователи записали на фонограф песни «Балкадиша», «Агаш Аяк», «Дударай» в исполнении Амрия Кашубаева. «Балкадиша» В 1926 году Амрия был принят на работу в открытый в Козеларде театр. Он переживал тяжелые времена. Днем владелец истинно природного таланта работал на сцене театра, а ночью подвергался давлению исследователей. В 1934 году он покинул этот мир при неизвестных обстоятельствах, так никому и не показав даже виду о своем горе. Он прожил всего 46 лет, завоевав народную любовь и особое отношение. И за эту короткую жизнь оставил свой след навечно. Субтитры создавал DimaTorzok